А, нет, давайте начнем с главного события, с вчерашнего события, это взрыв на заправке в городе Грозный. Произошел, значит, взрыв на автомобильной заправочной станции, расположенной на улице, ну, ныне эта улица называется имени Мухаммеда Али, ее не так давно, эту улицу переименовали, до этого она, по-моему, Жуковского называлась, в общем, не важно. И на этой улице, прям непосредственно и близи, можно сказать, подряд расположены три заправки, одна из них Лидер, вторая заправочная станция называется Лионтек, это как раз вот та самая заправка, на которой произошел взрыв, и еще одна, по-моему, ГАЗТЕК называется. Судя по видео, которые появились, разные ракурсы этих взрывов, по всей видимости, возгорание началось в бензовозе, который привез топливо, и по всей видимости, именно его, вот эта цистерна, которая находилась на этом бензовозе, именно она и впоследствии убила, как минимум, мать и двух, двоих детей, то есть ее взрывная волна отбросила очень далеко, на 300, по-моему, метров. Так получилось, что с разных ракурсов, там очень многие люди вели эту съемку, и момент взрыва очень многие запечатлели. Мы здесь не будем это все демонстрировать, если кому, если кто этого еще не видел, то можно перейти ко мне на телеграм-канал, и там, в принципе, есть практически с каждого ракурса эти видео. В результате этого несчастного случая там погибла мать, ее двое детей, и еще один человек, не чеченское имя, большинство телеграм-каналов пишут, что это водитель грузовика этого бензовоза. Кто-то говорит, что это какой-то там прикомандированный сотрудник, живший там рядом. В общем, я на данный момент не смог точно узнать, кто этот человек, но четвертый там однозначно не чеченец. Информации, что еще кто-то погиб, нет, возможно, есть люди, которые пострадали, были как-то ранены, но жертв вроде бы больше нет. Погибли только вот мать, двое детей и еще один человек. В общем, взрыв невероятной мощности. То, что мы смогли оценить по видеокадрам, это очень разрушительный взрыв. И на самом деле, то, что никто больше в этой, в несчастном случае, не погиб в этом инциденте, это очень великая удача. В общем, я выражаю соболезнования матери двоим детям. По четвертому человеку я воздерживаюсь, потому что, если это сотрудник каких-то правоохранительных органов, он прикомандированный из России, то в отношении него я не хочу никаких соболезнований высказывать. Что касается матери и двух детей, допомню, будет их Всевышний Аллах. Четвертый человек, если это просто водитель бензовоза, а не какой-то сотрудник, то слова соболезнования его родным. Нет ли ощущения, что взрыв АЗС в Грозном может быть неким сигналом для КРА после его высказываний? Насколько мы знаем, АЗС лидер принадлежит КРА. Так, давайте-ка конспирологию где-нибудь на других каналах с другими ребятами вы это пообсуждаете. Во-первых, взорвалась не заправка лидер. Во-вторых, просто давайте не со мной. Кстати, раз уж мы затронули тему вопроса чеченцы, не чеченцы и так далее, надо, не могу не отметить нашего друга в кавычках Дмитрия Карпенко, который обратно выделился очередным высказыванием. Вчера, когда в Грозном произошел этот несчастный случай, инцидент, и погибла мать, двое детей и еще один человек, вот посмотрите, как он прокомментировал это. В Чечне, короче, в Грозном, Грознобаде, короче, назовем это так, за трехсотилась, короче, точнее, за двухсотилась заправка, и там было четыре двухсотых бородатых. Я, пожалуй, оставлю это без комментариев, это, по-моему, здесь излишне мои комментарии. Просто имейте в виду, что за человек. Я напоминаю, что погибла мать и двое детей, по-моему, пять и шесть лет или шесть и семь лет, девочка и мальчик. Четверых бородатых, говорит. Четверо бородатых стали двухсотыми. Просто no comment. Так, давно на тебя подписан, прям видно, как ты меняешься с яростного критика власти, который ввязывался в бой со всеми с полоборота, и сейчас такой степенной европеец, желающий, чтобы республика развивалась. Так, ну, что я, возможно, стал немного остепенился, стал не таким ввязывающимся в бой со всеми с полоборота, ну, я думаю, это, в принципе, нормально. Человек с возрастом становится умнее, мудрее, спокойнее, и это нормально. Что касается республика развивалась, я всегда хотел бы, чтобы республика развивалась. О какой республике идет речь? Если ты подозреваешь меня в том, что я хочу с сохранением нынешней ситуации, чтобы она, то есть я доволен, чтобы она была развитой, но при этом с сегодняшним режимом, и как только она станет развитой, я скажу, окей, в принципе, все, что меня интересовало, это то, что она была неразвитой, то ты ошибаешься. Я в целом хотел бы, чтобы она развивалась, даже несмотря на этот режим, потому что развитие республики подразумевает хорошую медицину, хорошее образование, хорошую социальную сферу, индустрию, коммуникации, вот все, все, все это будет хорошим. Имеем, когда мы говорим про развитость, мы имеем в виду, что все хорошо. Ездят поезда, международные сообщения, аэропорты, больницы, школы, университеты. Мы подразумеваем, что все сферы жизни, они на хорошем уровне. И я бы хотел, чтобы это было, потому что этим пользуются обычные люди, мои соотечественники. Если у них будет хорошая медицина, это же хорошо, у нас люди будут получать, будут здоровыми, будут здоровее. Если у нас будет хорошее образование, то у нас будут грамотные, умные люди, будут выращиваться хорошие специалисты, будет какая-то научная, продвинутая сфера. То есть, то, что касается людей, то, чем пользуются люди, и то, в чем есть благо для обычных людей, я не могу быть против этого. Конечно, я бы хотел, чтобы это было. Но от того, что это произойдет, вот с этим, если с сохранением вот этой вот ситуации, российской оккупации, кадыровского режима, буду ли я этим довольен? Конечно, нет. Я скажу, окей, это хорошо, что у нас, помимо фонтанов, парков, у нас есть еще хорошая медицина. Но вот то, что у нас оккупационные базы по всей республике раскинуты, это ведь никуда не делось. То, что у нас российский чиновник, наместник сидит, и кого хочет, куда хочет, назначает своих детей, делает своими преемниками, это-то самая главная проблема, это не устранено. Поэтому, если меня в этом подозреваешь, что ты ошибаешься. Тунсо, за все время твоей деятельности ты так и не представил какой-то подробный план экономический, политический, общественный. Что ты предлагаешь простым чеченцам, кадыров дает хоть что-то, а ты ничего. Ну, во-первых, от меня это требовать, это крайне неправильно. Для чего мне предлагать конкретные политические, экономические планы, если нет никакой возможности их реализации? То есть, для чего я должен тратить на это время, сидеть, писать какие-то планы, чтобы что? Чтобы вот так сесть в эфире, рассказать, представить, где-то это опубликовать, и что? И сколько это там пролежит? Это очень несправедливо, когда мы пытаемся накинуть каких-нибудь сложных задач человеку, лишь бы он не занимался чем-то полезным. То есть, давайте его загрузим экономическим планом, политическим, еще чем-нибудь, пусть диссертацию напишет. Но главное, чтобы он не рассказывал нам о преступлениях, совершаемых режимом, о нелепости этого режима, о несправедливости режима. То есть, давайте вот отвлечем его от этого. Если бы я имел возможность где-то выступать на выборах, допустим, баллотироваться, претендовать на власть, была бы у меня возможна какими-то иными путями прийти к этой власти, вот тогда бы было правильно сказать, подожди, ты хочешь прийти к власти, но придя, что ты делаешь, покажи нам. А сейчас, когда нет никакой возможности для этого, зачем мне тратить на это время? И почему вы у меня это требуете? Чтобы отвлечь меня от полезной работы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok